наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям ну раскол не раскола по как бы фракционность республиканской партии это не новое событие не сегодняшнего дня но просто с приближающимися выборами очевидно ситуация обострилась то есть как бы более глубокий раскол произошел определились два лагеря один лагерь это establishment и второй лагерь это люди которые поддерживают идеологию предложенную трампом в первом лагере лис чейни представителем ярчайшим представителем второго лагеря является арон де сантес вот об этом если можно да совершенно верно благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и в ближайшие уже не подошла и год-полтора уже время идет и терять его нельзя надо конечно же нам следить внимательно за тем что происходит в республиканской партии потому что вне зависимости от того какие козни будут строить демократы и их друзья из госаппарата все равно надо пытаться одержать победу тем более шансы есть но республиканская партия она всегда в общем-то отличалась такой ну как всегда будем считать где-то с появления в американской политики серьезные и идеологические составляющие то есть с рузвельтовской пары как бы то ни было всегда вот были какие-то два крыла в отличие скажем от демократ которые партия гораздо более разрозненная и как ни странно это может прозвучать но такая разрозненность она позволяет ее и так или иначе объединять даже когда в те же тридцатые тире шестидесятые годы оставались какие-то более-менее консервативные демократы что касается республиканцев то я не буду пускаться в какие-то глубокие исторические экскурсы но скажу что положительный момент у сегодняшнего вот этого распределения своеобразного в том что нынешние ну официально и более яркие более заметные представители истеблишмента они гораздо правее чем скажем либеральные республиканцы шестидесятых семидесятых годов но с другой стороны это вряд ли их говорит в их пользу потому что да хоть по ряду направлений экономических например они вроде бы правее но они увы лишены какого-то бойцовского запала это означает что кажись у власти скорее всего вся вот эта вот их внешняя правизна она будет загублена компромиссами капитуляции и всем что с этим связано и действительно если мы с вами посмотрим на людей которые так или иначе представляют вот это вот крыло ну назовем его да даже не либеральное все таки здесь не совсем прозвучит назовем его капитуляционное пусть это будет слишком сурово но так оно и есть ромни который очень удивлялся почему его освистывают и как раз лис чейни которая напомню занимает сейчас вообще-то третью позначимость третьей позначимости поста в палате представителей так как она вот эта вот фракция републикан конференс это серьезный пост и выше нее только скализа и маккарти маккарти кстати тоже личность мягко говоря так себе но вот тем не менее ромни напомню еще в двенадцатом году воспринимался пусть сквозь зубы но как кандидат в том числе и консервативный чем все это закончилось мы все прекрасно помним а чейни она конечно же в тени своего отца находится даже родителей и родители у нее так скажем все таки люди достойны дик чейни я напомню вам был едва ли не самым ненавидимым до трампа живущих республиканцев и лин чейни отличный историк и писатель кстати даст весьма консервативного тоже направления и к тому же при этом че сам чейни и его друг рамсфилд к обоим отношусь повторю с уважением к рамсфилду с большим это люди весьма и весьма умелые которые такие никсоновские республиканцы если хотите то есть они могли находить язык общий с кем угодно и с консерваторами хотя порой шли с ними на конфликт и с истеблишментом хотя порой тоже шли с ним на конфликт более того фридман знаете знаменитый экономист и человек незурядный он вообще считал что если бы рамс рейган сделал рамсфилда вице-президентом вместо буша то скорее всего ни буша ни клинтона не было бы что рамсфилда гораздо больше был консервативный потенциал и кстати говоря рамсфилд и чейни они во многом повлияли и на победу трампа так как их вес вот в кулуарах пафосно говоря республиканской партии он сыграл свою роль а рамсфилд и чейни они были за трампа в шестнадцатом году я напомню вам а вот но в последнее время когда чейни вдруг стал позировать в маске то прям скажем несколько в моих глазах он упал то есть я понимаю человек пожилой пусть он в маске ходит но зачем нам то все это опять навязывается а вот лис чейни это вышло из тени и хотя по ряду направлений она вроде бы голосовала вполне в таком усредненно консервативном духе так его назовем но с ее восхвалениями доктора фаучи и с ее поддержкой импичмента она мягко говоря показала себя не с лучшей стороны то есть я прекрасно понимаю что голосование это абсолютно дело совести а не партийной дисциплины на самом деле но если у человека высокий пост если человек ориентирован на то чтобы партию объединять и если человек видит что партия и избиратели вообще-то президента поддерживают то идти на конфликт ей я считаю смысла не было и это ни к чему хорошему не привело и то что на сегодняшний день против нее выступают весьма и весьма консервативные представители палаты представителей но в частности джим бэнкс которого я недавно упоминал возглавляет он тоже одну из самых правых фракций республиканских в палате републикан стали так называемую говорил вам про них как это как они сейчас критикуют байдена за за то что с путиным он неправильно себя ведет в смысле слишком мягко но бэнкс считает что чей не проваливает свою работу как человек который должен республиканцев объединять и и единым фронтом противостоять байдену и компании и для меня оценка бэнкса на самом деле даже выше более значительный чем те или иные позиции чей не по каким-то определенным моментом потому что она может быть более консервативный может быть менее консервативный но тот если консерваторы в палате и и лидерством недовольны значит надо от нее избавляться другое дело что меня очень настораживает кем ее хотят заменить и я считаю что трамп не мне конечно его осуждать но все-таки осмелюсь возьму на себя такую смелость трамп делает большую ошибку что эту женщину продвигает это элис стефаник на сейчас она правда стала более консервативный да и вот за время работы конгресса у нее рейтинг 84 на heritage но вообще рейтинг за всю работу в конгрессе 48 это не очень высоко поверьте мне и то что по ряду направлений она как раз занимает позицию достаточно либеральную или с готовностью все меняет вопросах гей прав и в вопросах эмиграции она выступала против ряда инициатив трампа кстати сказать но вот то что в момент кризиса с выборами она оказалась на стороне президента до честь и хвала но я все-таки считаю что этого мало для того чтобы она получала третью повторяю по значимости должность палате тем более у нас и так есть маккарти который очень невнятный лидер меньшинства есть скализ который ну более-менее и по-хорошему третий по значимости человек это должен быть кто-то действительно сильный но наподобие бэнкса джордана но никак не стефаник поэтому я целиком и полностью приветствую то что от чей не надо избавляться так как если ей недовольно повторюсь консерваторы в палате то она не должна этот позанимать но то что ее спешат заменить женщины только потому что это женщина республиканка была по-моему самой молодой вообще когда побеждала на выборах 14 до в 14 году самой молодой вообще женщины победившей на выборах все-таки этого маловато и если она сейчас действительно переходит на более консервативные позиции то замечательно но стоит все-таки подождать когда она на этих консервативных позициях закрепится потому что с такой непоследовательностью нестабильностью мы не можем быть уверенным что она окажется намного лучше чейни поэтому здесь как бы не получилось так что будет замена шила на мыло и опять в палате республиканцы выстрелят себе в ногу так что здесь проблема остается посмотрим немного на другой лагерь уж это очень другое крыло которое я называю посттрамповскими консерваторами и здесь пока то что мы видим указывает на то что наследие 45 но в общем и целом работает а именно что очень важный момент заключает в том что вот эти вот новые посттрамповские консерваторы они действительно воспринимают себя не только бойцами в экономическом плане хотя экономика никуда не делится она всегда рядом с нами это никуда нельзя забывать но мы видим что прежде всего тот же самый десантис они превращаются еще и в культурных воинов я понимаю по русски это звучит несколько не очень так благозвучно но это важно и то что трамп действительно обозначил важность культурных воин что забывали очень многие республиканцы консерваторы в том числе это безусловно плюс его наследие и насколько его наследие себя оправдает мы будем наблюдать с вами на самом деле еще не один и не два года поэтому то что десантис укрепляет систему выборов штате то что он критикует критическую ту самую теорию критической расы или критически расовую теорию как угодно и переводите все и то что он открыто критикует антифа обещаемое серьезные неприятности если они объявятся в его штате то это действительно серьезный показатель того что десантис бьет именно в те точки которые делают его лидером вот этого самого не не консервативные там у слова не тот груз который нам нужен поэтому опять более громоздко но пост трамповского консерватизма и если же мы с вами посмотрим на то что кристи новым после того как потеряла свои позиции о чем мы говорили но она старается их вернуть и тоже она берется сейчас за борьбу с этой вот самой теории в своем штате и более того что губернаторы и республиканцы они уже даже подписывают обязательства что будут противостоять насаждению этой теории в школах это очень серьезно потому что это тот фронт который действительно важен дело в том что в южной дакоте где красный штат казалось бы но все мы увидели после вот той самой истории с женскими видами спорта какую роль играют разнообразные левые организации в образовании в тамошнем левизна тоже очень серьезно и если новым удастся противостоять тому что делают местные вот эти вот идиукейтеры даже словом учителях не буду называть и чиновники из местных органов образования а они абсолютно левые повторюсь и они готовы насаждать эту теорию вовсю то здесь и очень многое можно будет простить хотя и не все конечно же тем более что если все эти новые действия байдена и компании будут проведены и станут законами то тогда этот фронт он еще более обострится и любой губернатор который сможет отстоять умы детей пусть это и папсона прозвучит но это вы помните серьезно от засорения и от промывания честью мы хвала поэтому мы сейчас с вами видим что действительно есть достаточно четкое разграничение политиков которые готовы так скажем подыгрывать нынешним властям и что там в будущем надеется победить и тех кто действительно что-то пытается предпринимать на важных направлениях любопытно что оживился и макконнелл которого я понимаю многие из вас не хотят вспоминать добрыми словами но макконнелл пообещал что он со своей стороны сделает все чтобы законодательные инициативы байдена в сенате были да встретили мучить мучительную смерть я понимаю что макконнелл сейчас верить не очень то хочется после ряда его высказываний но макконнелл товарищ хитрый и как в том старом советском фильме он всегда за тех кто побеждает и если мы с вами увидим что вот этому пост трамповскому консервативному крылу прежде всего к губернаторов и законодателей на местах удастся обозначить свою силу то макконнелл будет действовать в их интересах тоже не потому что он такой замечательный а потому повторяю что откуда ветер дует он в общем-то соображает и здесь как вы видите все абсолютно взаимосвязано любая консервативная победа на уровне штата она может иметь эффект и в сенате тоже и возможно эффект даже немалый хотя но об этом конечно трудно говорить что там решит макконнелл и то что трамп периодически говорит то своем там вроде бы намерений возможно участвовать выборах я начинаю думать что это не так уж и плохо не с то что трамп будет выборах участвовать здесь пока у меня нет мнения и все будет зависеть от того какая ситуация сложится в двадцать третьем году но его подобное объявление они будут держать республиканцев если хотите в напряжении в хорошем смысле этого слова потому что вот эти вот сторонники капитуляции они будут понимать что если они выходят на лидирующие позиции то придет трамп и скорее всего тогда за них голосовать не будут а сторонники вот этого пострамповского консервативного крыла им соответственно надо сделать все чтобы на выборы шел человека от них который покажет себя более активным более агрессивным и более последовательным чем трамп так что здесь нам с вами еще предстоит много чего увидеть я понимаю что мне со стороны это более как более умозрительная позиция чем у вас внутри но как бы то ни было борьба как уже черника не знаю даже какая по счету за республиканскую партию стартовала чем она закончится посмотрим но я вам напомню что чем более активное агрессивный кандидат побеждает тем больше у него шансов победить и на выборах президентских никсон как нему не относиться он был именно таким как я описал рейган буш в меньшей степени трамп как раз такие вот примеры поэтому пожелаем успеху успеха десантиса и тем кто вокруг него пока по-прежнему десантис лидер дальше посмотрим здесь сумолкаю если сергей что-то добавит с удовольствием передам слово относительно лис чейни после его предательства ей был дан второй шанс опять ее оставили на месте председателя конференции республиканской и она удвоила свои усилия по атакуя трампа но очевидно какое-то крыло республиканской партии и поддерживает понятно что она ни одна не сама по себе и поэтому я с вами абсолютно согласен что ей не место в руководящих органах партии что касается ли стефаник я не знаю ну наиболее яркое впечатление произвело вот на меня ее выступление во время импичмента поэтому конечно я был сражен она меня купила эти отыскать с другой стороны меня несколько напрягло такое же такое вернее это сказать мака маккерин маккарди и поддержал очень очень горячо и к нему мне особого доверия нет поэтому у меня это вызвало некие сомнения то есть очевидно идет же какая-то подковерная игра и вот тут тут я немного напрягся потому что кевин маккартни такой скользкий парень парень из калифорнии что называется хотя в калифорнии есть достойные люди не знаю не знаю но во всяком случае это лучше я имею ввиду стефаник это лучше чем лис чейни так что пока я себя успокаиваю что касается макконнелла такое впечатление что он борется грей пытается всегда отстоять свою должность лидеры либо большинства либо меньшинства поэтому он себя так и ведет кто побеждает с теми маккона потому что в конечном итоге не исключено что в двадцать втором году республиканцам каким-то образом удастся завладеть большинством опять будут выбирать лидера и лидеры большинства поэтому маккона что-то чувствует что что-то что-то чувствует его интуиция старого политика старого лиса посмотрим у нас есть телефонный звонок если вы не возражаете да конечно добрый день пожалуйста в эфире я хотела я хотела спросить во первых серёжа только что назвал стефаник кто это такая что-то я пропустила это а мой вопрос такой что вы иван думаете по поводу вчера по на на этом самом хане у ханите выступала он долго с ней говорил вот это который кандидат губернаторы калифорнии как я понимаю это бывший мужчина а да про стефаник я говорил это женщина достаточно а в возрасте женском мы не говорим но как бы то ни было она правда молодая и побеждала и было совсем немного лет до вот недавней поры она на себя особого внимания не обращала и голосовала или с демократами или с более либеральной позиции но на волне импичмента и защиты президента она действительно поднялась о чем сергей говорил и сейчас и стала и голосовать все больше и больше с консерваторами я повторюсь еще раз мне представляет что одного ее успешного выступления маловато для того чтобы она была лидером тем более да и и тесная связь маккарте сергеем согласен это никак не плюс ну а там посмотрим если она окажется достойным лидером ну может быть но не знаю я не очень какой это штат какой она из из нью-йорка конгресс-вумен она из нью-йорка понятно да да макконнелл это не лучшая характеристика поддержка его да маккарте маккарте но это еще хуже чем макконнелл поверьте да да они оба это такие перекрыты как это хамелеоны такие я им тоже да что касается дженнер тут сложно она но давайте будем говорить она вроде в ряде случаев высказывает разумную позицию но в то же самое время вот сейчас пишет что она например выступает за хотя чуть ли чуть ли не про стену говорила что она выступает за легализацию уже тех нелегалов которые в калифорнии есть за этот вот путь гражданству поэтому у меня уже сразу такой да ред флаг появляется что все таки это не совсем то что нам нужно но она передачу мы идем к тому что если еще гринелл включится но мы будем идти к тому что более-менее как самыми консервативными кандидатами калифорнии будут транс гей и порно звезда там еще такая мэрика это пока все идет к этому идем 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 как говорится в русле моды гринелл я ничего против него не возражаю не имею на самом деле но сам по себе ситуация конечно но в духе какой-то комедии абсурдистка если вдуматься ну да она это эта женщина вчера долго говорила как она там встречалась скажем как с каким-то нелегалом или нелегальший которая замечательная и она все сделает для того чтобы помочь ей и все такое один человек это она не должна вообще об этом говорить хочешь помоги по помочь достойному человеку помоги но не надо говорить так что ты вообще будешь нелегалом скажу что перебиваю абсолютно с вами согласен вот я говорю для меня это сразу red flag предупредительный что я в такому кандидату или такой кандидат что все-таки не доверял с учетом того что там живет от трех и более миллионов нелегалов политики так сказать у них они знают что они делают алло добрый день алло здравствуйте сережа иван здравствуйте я знаю вам что вы против теории заговоров но как показывает тысячелетняя мировая история вся политика делать под ковром и только лишь пыль поднимается вверх вот в 2010 году когда демпартия потеряла авторитет среди народа из-за абамакера и демократы на мой взгляд очень умело помогли своим сторонникам скажем так они провели через чайную партию в республиканские ряды своих ставленников и которые все эти шесть лет правления обамы но после десятого года помогали обаме во всех его начинаниях вот а и среди не вот такая так или как вот это чайни и ровнее конечно ровнее к этому не относится но тем не менее было их очень много и в 2018 году чтобы сдать позиции демократам они все хором 43 или 50 человек из конгресса все хором взявшись за руки ушли в отставку а чтобы тем самым перевесить чашек весов сторону демократов что и привело к проблемам у нас стране во время правления трампа вот как вы думаете демократы все же умнее и хитрее чем республиканские знаете я не думаю что все опять так как вы говорите по той простой причине что любое масштабное движение она всегда приносит собой достойных людей и мусор всякий поэтому изначально движение чаепития до воспринималось как вот та самая правая сила которая сдвинет республиканскую партию она сработала на тот момент но дальше стал происходить то о чем предупреждал великий стэн эванс и то что я часто так цитирую журналист а именно что когда наши люди попадают в вашингтон они перестают быть нашими людьми поэтому то что ряд людей прежде всего достаточно молодых не справились со славой и просто напросто не понимали как им себя вести будь то рубио или например хейли хотя хейли в полон показала себя достойно но сейчас она мечется он сами видите из стороны в сторону все это указывает не столько на то что там были какие-то сознательные агенты демпартии хотя они были конечно же безусловно еще раз говорю любое массовое движение она много кого захватывает сколько просто слишком много людей не очень опытных которые не оказались готовыми не оказались достойными той роли которая им выпала но посмотрите сами кого приводил трамп вы же не будете говорить что все люди которых он назначил все оказались достойными к сожалению тоже нет более того многие из них оказались куда большими агентами демократов в конечном итоге чем представители движение чай пить я никого не оправдываю но просто иногда все не совсем так сложно как вам кажется и простые особенности человеческого поведения и партийной политики они гораздо более тяжелые и страшные чем любая теория заговоров спасибо вам давайте мы сделаем небольшой перерыв послушаем рекламное объявление после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу час ивана денисова и следующая тема нашего разговора я иногда в эфире возможно слишком резко но это мои ощущения называю цру тайной полиции демократической партии возможно это резко но вот это то что я чувствую в суде по по тем телодвижениям по тем расследованием по действиям цру у меня складывается именно такое впечатление что вы по этому поводу можете сказать да ну сразу напомню что разведка и контрразведка они связаны с идеями отцов-основателей самими отцами-основателями тоже потому что вашингтон был спаймастером возможно высшей категории таких пожалуй не было больше действительно у франклина была своя шпионская сеть в европе джон джей создал можно сказать первую контрразведку в америке поэтому те горячие головы которые уверяют что разведка америке не нужна вообще те немного ошибается но проблема в том что служба серьезные разведки внешней она стала создаваться в тот самый момент когда правительство уже стало практически меняться и от людей избранных на бюрократ и если фбр еще довольно долго усилиями гувера удавалось сохранять то вот с с офис стратегических служб и потом цру там изначально вы очень сильный крен был либеральный я об этом говорил но это важно я повторю это еще раз тем не менее до поры до времени все таки цру давал нам таких людей как кендал бернхэм хотя от бернхэма избавились когда он стал поддерживать расследование маккарти и например бакли рейган очень защищал цру считая что действия демократов все это в тогда левом сенате они ведут к подрыву этой организации изнутри в принципе он был прав на самом деле потому что организация это сохранилась а вот то что с ней происходило но по-моему еще сдались потому что дали сговорил что он хочет создавать либеральное цру вот по мнению рейгана не буду с ним спорить ему виднее он был в комиссии специальной по цру еще в семидесятые годы вот из-за действий левого сената тем более тогда в сенате было полным полно коммунистических агентов это говорили все тут опять никакой конспирологии сами сенаторы это признавали но процесс он продолжается и не рейган не трамп они к сожалению его не остановили если при рейгане какие-то попытки были хотя тот же самый кейси например порой говорил некоторым нашим диссидентам что лучше это делайте по другим каналам у меня через цру у вас ничего не получится какие-то там разумные подрывные действия антикоммунистические помпео быстро перешел на более нужную работу хаспел вот к вопросу неправильных назначениях оказалась тоже такой вполне себе болотным существом но то что деградация к моему глубочайшему сожалению продолжается стало понятно вот по целому ряду событий конца и апреля начала мая которые во первых задай лично у меня вызывают вопрос почему все-таки бреннана не привлекли ни к чему за время президентства трампа я понимаю наверное не было оснований но то что этот человек который как и положено коммунисту цру нанес огромный вред это вот стало ясно но опять по порядку во первых все мы с вами увидели что случили случилась очередная успешная операция израильских спецслужб и хотя официально это не совсем но мы все понимаем да очередная атомная станция в иране была атакова но более того судя по всему мосад действовал без координации с американской разведкой что редкость на самом деле но что вполне разумно потому как безусловно это видят израильтяне так как в израиле я знаю что многие израильтяне мосадом сейчас тоже недовольны но там прекрасно видят что сейчас разведка американская она будет политизирована и она будет не в первый раз опять это не сегодня произошло она будет работать на то чтобы создать байдену условия для возвращения в сделку и таким образом увы цру не будет помогать союзникам а будет помогать своей администрации это прискорбно но все указывает на это и если еще учесть что выяснилось что кэрри во всю разбалтывал данные о действиях израильской армии израильских спецслужб ирану при этом говорил он это уже не будучи на самом деле представителем администрации а это означает что его прежний допуск секретной информации работал первое и второе что скорее всего все в том же все в том же развед сообществе ему продолжают сливать информацию и это тоже на самом деле серьезная проблема поэтому я прекрасно понимаю почему вдруг израильтяне вообще сократят к минимуму сотрудничество с американской разведкой это очень плохо и для обеих сторон на самом деле но раз возьмет курс на на козыряние байдену то израильтян я понимаю момент следующий бреннан накатал статью в нью-йорк-таймс где же еще о том что вот посмотрел он там какой-то фильм видите ли документальный и вот сердце у него наполнилось состраданием к несчастным палестинским да каким-то там страдальцам а и вот стал он критиковать израиль за то что как плохо себя израиль ведет с этими самыми страдальцами при этом что здесь интересно во первых это нам напоминает старую истину о том что госдепартамент и спецслужбы в том числе они даже несмотря на сотрудничество с МОСАДом очень сильно проарабские и если вы помните нашу передачу про Гордона Лидди который работал правда в ФБР но имел представление о работе спецслужб вообще он об этом говорил и объяснение тому вполне естественно арабских стран больше и поэтому естественно больше штат который их обслуживает арабские страны ни в коем случае не пускают сейчас не знаю но по моему это до сих пор работает не пускают к себе дипломатов и тем более представителей спецслужб которые хоть как-то связаны с Израилем поэтому естественно соотношение вы сами понимаете какое повторюсь и в госдепартаменте и в спецслужбах тоже и вот эта статья Бреннана она нам как раз об этом и напоминает но что интересно разведаналитики адекватные правда отставные уже но я все-таки надеюсь такие еще остались а в частности Фред Флайтс который в ЦРУ работал 20 что ли лет он пишет что на самом деле и по этой статье Бреннана и потому что сам Флайтс видел работа ФЦРУ нет никаких разведданных которые бы обосновывали необходимость создания пресловутого палестинского государства и более того до определенного момента напомню вам республиканские политики президенты они самую эту идею отвергали будь то Никсон будь то Рейган и только вот в определенный момент опять пошла политизированность анализа и вдруг стали всплывать какие-то данные что для них стратегически необходимы и так далее но по мнению Флайтса люди подобные Бреннану они просто напросто такую информацию зажимали закрывали и то что мы видим это то что реальное положение с развед аналитикой по Ближнему Востоку и по пресловутому палестинскому вопросу оно полностью подчинено политике и реальное положение вещей о нем забыли вынесли конъюнктуру и про арабские настроения в бюрократии получили то что получили но этого нам было мало дело в том что еще в 16 году Бреннан опять он ничего не поделаешь он заложил такую мину под ЦРУ видимо он уже понимал что ему там долго не придержаться а именно программу по вот этому там длинное название но там было то самое страшное слово diversity и на прошлой неделе мы с вами увидели это самое diversity во всей красе так как пошли рекламные ролики о том кого ждут в ЦРУ и выясняется что в ЦРУ ждут геев и женщин латиноамериканского происхождения которые изъясняются исключительно на леворадикальном жаргоне с каким-то там интерсекционизмом и прочими словами которые я бы не советовал вам выговаривать если вы не хотите кого-то обидеть тем не менее получается что ЦРУ нужны именно такие вот люди и хотя я прекрасно понимаю что спецслужбы должны привлекать к себе самые разные кадры для того чтобы так или иначе проникать в самые разные сферы враждебных стран но делается это по моему убеждению немного не так ибо в Тегеране в Кремле в Пекине на Лубянке наверняка очень смеялись потому что кого кем вы хотите нас напугать геями и феминистками и что иранские северокорейские китайские российские шпионы побегут с криками спасайтесь спасайся кто может геи наступают не поворачивайтесь к ним задом или что геи которых полным полно естественно в наших спецслужбах теперь устыдятся и начнут спешно бежать в ЦРУ из Лубянки но я как то в это не очень верю на самом деле у нас да своя мощная гей тусовка имеется и вам их не перевербовать не сомневайтесь не думайте даже об этом к сожалению или к счастью не знаю но в целом это такая деградация что когда рекламируется не боевая мощь и не интеллект ЦРУ что в общем то должно ставиться во главу угла если вы хотите действительно привлечь людей то вы должны что патриотизм подчеркивать успехи ЦРУ в борьбе с в холодной войне в борьбе с исламским терроризмом они кстати были несмотря на все то о чем я говорил но все таки ЦРУ тоже постаралась повторяю разумные люди там остаются уж не знаю после этих роликов останутся ли но тем не менее однако то что мы увидели это ну абсолютно никак не связано с реальным положением вещей с тем как вообще спецслужбы должны себя подавать не обессудьте и я возьму на себя смелость утверждать что спецслужбы так себя не должны вести тем более мне очень странно а вот снять ролик про человека который стоит перед своим флагом и говорит что я всю жизнь рос в нормальной семье получил образование я люблю свою страну и поэтому я хочу ее защищать в ЦРУ такой ролик как слабо снять вот похоже что слабо а в завершение знаете Малкл МакГерридж оригинальнейший ум британский правда не во всем он был прав но когда прав тот случай что в точку так вот МакГерридж работал в британской разведке в годы войны знал всех этих шпионов вроде Филби кстати сказать а и где-то это не поручуясь за точности ты из сборника эссе конца шестидесятых но когда вот эти эссе были написаны я сейчас цитирую сразу два мне сказать сложно так вот МакГерридж сказал что во первых очень серьезная проблема спецслужб прежде всего британских это в том что люди там так сильно связаны с ложью что они начинают в нее верить кстати это касается очень многих конспирологов тоже и в результате представители спецслужб это те кого обмануть легче всего и второе что еще более важно еще более важная цитата МакГерридж пишет что после войны произошла такая ситуация когда всех умных патриотичных и оригинально мыслящих людей из спецслужб уволили а остались там только бестолковые примитивные левые и тому подобное публика может он здесь конечно преувеличивал но кто знает и дальше пишет МакГерридж я здесь даже не вижу какого-то предательства или заговора правящие классы элита дословная цитата когда в кризисе начинает делать ошибки во всем нанимать не тех людей делать не те ходы и делать совершенно заведомо ложный выбор и в какой-то момент правящий класс элита они перестают понимать где их враги где их друзья жертвуют друзьями своей страны и полностью доверяют и практически передают власть врагам МакГерридж повторяю предупреждал об этом еще в 50-60-е годы в Англии мы видим что действия ЦРУ ведут именно к этому к сожалению в Соединенных Штатах и хотя я и не люблю заканчивать на мрачной ноте но все-таки придется видимо мне сегодня на этом прерваться хотя время еще есть немного поэтому давайте все-таки надеяться что предсказание МакГерриджа будет услышано уж не знаю как и когда ну а что будет с ЦРУ что следующий республиканский президент он все-таки какой-то порядок там наведет тот же МакГерридж свое эссе заканчивал словами что необходимо в спецслужбах провести серьезную дезинфекцию он даже видите с насекомыми сравнил вот всех этих товарищей которые там работают и все портят а потом возможно начинать заново у американских спецслужб традиции хорошие есть я вернусь к началу сегмента Вашингтон Франклин Джон Джей и люди достойные вот надо к ним возвращаться хотя это будет трудно я понимаю в спецслужбах работают выпускники тех же университетов в которых преподает красная профессура да это тоже очень серьезный вопрос и на самом деле люди которые во время президентства Трампа предлагали свои проекты реформ спецслужб они об этом говорили что надо переориентировать спецслужбы с масштабного приема людей из вот этих самых красных вузов на прием людей которые гораздо ближе к людям к народу пафосно это правда и которые в своей аналитике будут действительно придерживаться интересов страны а не интересов элиты но Трампу не удалось провести реформу разведки это вот конечно одна из самых больших проблем его президентства болото оказалось слишком глубоким Иван огромное спасибо как всегда опознавательно очень интересно и до встречи в следующий раз спасибо вам у нас еще один европейский вопрос обязательно да я тоже с этой информацией поверхностно ознакомился довольно интересно да это тоже любопытно она никуда не денется поэтому через неделю обсудим обязательно